Хочу представить вам Оксану Парашинс. Кто не знает, это Матковод из Закарпатья. Мы сейчас очень много прослушали информации по поводу вывода мафок и теории, и по селекции, было что-то сказано по практике. У Оксаны на сегодняшний день пасека 150 семей. Но на то дело даже не в пасеке, а в количестве, помимо основной семьи, еще и нуклеиваться. В прошлом году заселялось 1500 маткомест, то есть извинка этой пасеки в том, что обслуживать пасеку это всего лишь одна девушка. То есть несколько тысяч маток она делает сама. Я передаю слово Оксане. Здравствуйте. Ну, представьтесь, еще раз меня зовут Оксана, фамилия Парашинс. Ну, как бы я дочь Василия Юрьевича Парашинса, то есть чем мы известны? Ну, отец у меня известный исследователь, и помимо всего этого он еще и занимался селекцией. То есть я Вам на контрасте о том, что Вы слышали в первой части сегодня, покажу как бы доступные для нашего украинского пасечника возможности по селекции. Можно вторую картину? Отец отселекционировал линию 100, и за это, ну, как бы на нашем региональном уровне ему присудили вот такую премию, как Барький Джол, и, ну, как бы, было присуждено третье место. Соответственно, как бы, следующая картинка, если можно, он делал морфологические исследования этой матки на протяжении сверху. Последний акс, вниз. Первые исследования были в 2001 году, последние в 2013 году. То есть им вот выведены экстерьерные ознаки карпатских джолей, то есть, как бы, и на основе тех дослежений, ну... Необязательно украинский. Ну, я все равно хвилююсь, как бы там было, я на таком зібране выступаю вперше, то мне, трошки, извините, не совсем удобно. Поэтому, как бы, вы можете видеть, ну, насколько мы отстаем от той же Германии, то есть, на каком уровне их селекция находится и на каком уровне мы находимся. То есть, скажем так, ну, десь примитивный уровень, но даже такой примитивный уровень не каждый пасечник ведет на своей пасечке. То есть, это вам доступно на данный момент часа, это то, что вы можете сделать, то есть, провести морфологию, выделяйте этих своих бджил и, возможно, у вас на пасечке найдется та супер-пупер пчела, матка, которая выведет, в основном, в высокий уровень джильництва. Но, на что вам нужно обратить внимание? То есть, очень много пасечников, они, ну, в силу того, что они не умеют добре вывести эту матку, они, как бы, сосредствуются на том, что бджоли могут вывести себе матку самим. То есть, и это получается таке свящевое виведение маток. То есть, и этот момент, допустим, на данный момент часу не враховывается в том, что за рахунок неякісного виведения маток может и перевестися таякісна бджола. И, допустим, даже не каждый матковод, который себя позиционирует как матковод из практики в 5 лет, он потребуется этих всех технологий. Поэтому на это очень нужно обратить внимание. Ну, допустим, мне тяжело дополнивать переднего лектора, потому что он висвитлив тему почти полностью. Но все же таки, вы должны сосредствоваться на том, чтобы... Он сказал, что, допустим, можно брать там и начинку двухдневную. Я бы вам не рада этого делать, допустим, если у вас мало досвіду. Однозначно берите только одну дневную леченку. Потому что вы тогда можете чётко прослиткувать, что на одиннадцатый день она мает леплицу. Если вы возьмете двухдневку, вы уже сбиваете сублюцинку. Ну, я, допустим, дуже багато придяю уваги саме мАТОшнику. Это гораздо важнее. В зависимости от того, сколько мАТОшного молка будет укладывано в мАТОшник, то сrandom, похожий размер у него. Что получается. Вначале мАТОшника подходит мАТОшное молоко про запас на тот период, когда МАТОшка находится в запечатанном мАТОшнику, она будет споживать мАТОшное молоко и будет развивать это. Если этого матча будет недостаточно, то, соответственно, в ней определенные органы могут недорозвинуться, она выйдет слабкая. Поэтому на этот период, эти четыре дня до запечатывания, это тот период, когда вы можете вплинуть на подальший физиологический стан, то есть, что делаю я? Мы практикуем, но в силу того, как у вас, возможно, такой проблемы нет, у нас поганые возборы. И период, эти четыре дня, это 100% я делаю подкормку. И причем подкормку в сироп добавляю первого пыльцу, то есть, я ее добавляю в сиропе, и каждый день это в обовязковом порядке идет подгодивля. Инший вариант, который я для себя сделала, возможно, для вас он будет марудным, затратным по часу, но все же таки, когда мы ставим уже привиту рамку между рамками с открытым расплодом, то есть, мы всегда оцениваем век этого расплода на око, скажем так. То есть, мы приблизительно рассчитываем, не всегда это будет большая площадь этого открытого расплода. То есть, и, допустим, даже просто по математике, у нас один день прививочная рамка простояла в стартере, с ранку, допустим, мы там до обеду перекладываем ее уже в вихователь, поставим ее в эти две рамки. То есть, получается, мы на око оценили, что это там приблизительно один, другий, перший, другий день, когда готовится леченка маточным молочком. Максимум, ее еще погодуют один, но максимум два дня. Дальше ее перестануть годовать. А нам, наши матки, нужно, чтобы еще два дня готовилась маточным молочком, потому что от этого будет зависеть, насколько она будет сына. То я на третий день изменю эту рамку еще раз на таку же с открытым расплодом, яку я оцениваю на око, скажем так, что там знову же будет леченка одно-двух дневно. То есть, таким чином я добиваюсь того, что у меня в маточнику находится достаточно велика кількість этого маточного молочка, яка откладывается про запас на тот период, когда она будет уже в запечатанном состоянии, когда я уже ничего туда добавить не могу. То есть, эти четыре дни для меня есть максимально важными, на которые я могу повпливать на эту будущую матку. Потому что, який бы у меня не был репродуктивный, чистопородный цей материал, если я возьму неакисную леченку и неакисно ее бджоли виховую, то из нее качественный материал не выйдет никак. То есть, чистопородность, допустим, это 50% работы. Другие 50% работы, это уже самое дотримание технологии выведения той матки. И там получается, по сути, справа, только эти четыре дни есть у нас, когда мы можем вплинули на подальшую станцию этой матки. Потом, допустим, когда матча не запечатанная, здесь уже идут суто маніпуляции, скажем так. То есть, уже там вплинули на что-то конкретное мы не можем. Ну, я, как бы, заседаю вашу увагу. Вы можете это брать до уваги, можете это не брать до уваги. Ну, но, как бы, даже если читать книжку Пасека, это Пулішука, Гайдара, они так же там, вот, вот, цитата. Тим не менее, сучасный способ утримания личинок, ну, мается на увазе сотентера, может гарантировать утримание высокоякісных маток только в сугубности с качественным рівнем грудувания личинок с ееми виховательками. То есть, если это в сугубности поеднать, то только тогда мы можем утримать что-то на выходе качественное. Если мы на определенном этапе, как бы, ну, робим какие-то такие помилки, то, соответственно, результат будет такой уже. Ну, в принципе, скажем так, на данный момент часа у меня, как я уже сказал, 150 семей, то есть в этом году я сбільшила кількість семей, но сменшила кількість нуклеусов. Ну, в силу того, что, если у меня нет на данный момент промышленника, мы с мамой двоих працюем, то есть я на данный момент обслуговую там от 1000 до 1200 маточек, маткоміст мое это в виду. Ну, в принципе, и все. Россия берет? Прошу. Россия берет? Берет. Родина? ПрOkay. Родина. Родина. Роди попал. Родина. That не надо, я так иногда. Двигайте, я не помогда. Пока. Родина. Родина, пожалуйста, вы сказали, где подборч HAVE сироп пожалуйста 1% 1% там получается 200-500 грамм обольцы это берется свежая пельта которая выбрана или заморожена 20-10-15 на литр на литр это будет 15% все ясно сахарный 1-1 мне срочно провивки в вечері мне не срочно их в разе я провела и сразу через 1-2 покормила нужно ли ограничивать маку яйцекладки перед прививкой желательно это опять же смотрите это важно если ограничить яйцекладки есть такая теория как на практике я не ограничиваю кто-то взвешивал эти яйца еще вопрос используете ли вы стартер и через сколько вы из стартера передаете леченке воспиталку через какое время получается что приюгу я делаю вечером то есть я с утра проверяю прием и там практически в течении до обеда я уже разбросаю по воспиталку то есть не больше суток даже пол сутки это не будет даже сутки ночью вот здесь вы со стартера вечером стартер утром вы в воспиталку и вы там раньше говорили я еще раз еще раз уже в воспиталке воспиталке это получается то есть стартер по сути дела это просто молодая пчела которая поставлена в условия без маточного состояния мы ее штучно привели к тому что она должна принять эту личинку то есть соответственно прием будет намного выше чем в обычной набив остеопитии эвакуа нет нет мы не будем его говорить я поняла вы говорили что стартер потом воспиталка потом еще третью рамку на третий день получается на третий день я меняю рамки между которыми стоит у меня рамка с личинками в самой воспиталке то есть это я делаю только с целью того чтобы больше маточного молочка после приливочной рамки поменять молодую челю нет после приливочной рамки меняем рамку с открытием расплода потому что мы первый раз допустим забрали рамку с воспиталки со стартера ставим воспиталку правильно рамку мы ее ставим между двух рамок с открытым расплодом на глаз оценяем что это должен быть расплод один-два дня который кормится маточным молочком с целью привлечь в чем воспитательниц чтобы они еще плюс кормили наши личинки правильно но мы на глаз оценили то есть максимум вот эти личинки будут кормиться маточным молочком ну максимум один-два дня а наши маточники еще два дня будут открыты то есть и для того чтобы еще больше привлечь туда пчелы как бы у них вырабатывалось маточное молочко я меняю рамку еще раз но это как бы затратно по времени что происходит это понятно я уже понял что происходит мы меняем молодая пчела кормит открытый расплод мы меняем практически молодую пчелу народу молодую пчелу а рамку я струшиваю я струшиваю рамку ну как бы понимать я просто меняю рамку потому что если у меня личинка которая находилась возле прививочной рамки. Личинка выросла, и ее уже не кормят маточным молочком. А мне нужно, чтобы дальше продолжали кормить личинку, которая будет идти на маточку. Я просто еще раз делаю ту же самую медицинку. Как это практически происходит? То есть вот стояла, есть место, у учебы молодая, что она вот сидит, она вот здесь. Она не переходит с рамки на рамку, вот здесь. Ну я струсила рамку, поменяла жуку, и все. Не переставляйте просто рамку, прививочу, в любое место. Не переставляйте нам. Отпоясните, пожалуйста. Смотрите, ребята, вы слышите, что вы хотите? Там все равно зуброходный работник. Рамка с открытым расходом привлекает к себе. Они переходят через разделительную решетку снизу от матки, и они же являются кормилицами маточника. То есть мы фактически не обеспечиваем молодой пчелой зону выкармливания маточник. Это делается для того, чтобы сконцентрировать максимальное количество молодой пчелы, которое может выдавать маточное молочко и может фармить в одной зоне. В зоне для того, чтобы максимально рамить маточным молочком маточник. Сан, ты объясни, как ты работаешь, у тебя матка идет за за стопой, частичная серотека, да? И получается, с гнезда с матки, слышишь, внимательно, у нее лежат, разделен пополам. Половина у нее идет на стартер, половина там идет матка. Здесь переворотка с частичным осеротением, то есть небольшой окно с разделительной решеткой. Получается, она элементарная, ей не надо корпуса носить, если это в корпусной системе. Она берет там, где работает матка, берет молодой расплод, перемещает в стартер, а то, что уже более старший расплод, она перемещается обратно к матке. То есть вот эта манипуляция позволяет привлечь учебу. Просто вот. По сути дела, вы эту манипуляцию делаете изначально. Как бы вы ставите рамку прививочную между двух рамок с укрытым расплодом 1-2 дня. А я эту манипуляцию просто проделываю дважды. Я дважды заменяю вот этим рамку. Только с той целью, чтобы у меня пчелы отложили большее количество маточного молочка. Потому что, по сути, это дело, если так разобраться, то почему считаются свечевые матки плохими? Только потому, что пчелы их выводят с личинок, ну, то, что у них есть в наявности. Как бы, и они уже по срокам, допустим, не успевают отложить туда много маточного молочка. Потому что сроки их поджимают и нужно их запечатывать. Поэтому там получается мало маточного молочка. Маточник, соответственно, маленький. Потому что, по сути дела, если так разобраться, то размер маточника, он будет зависеть от количества отложенного там маточного молочка. Это плюс сверху пчелы настраивают там полтора-два сантиметра с расчетом на то, что матка вырастет, то есть ее тело вырастет. Ну, как бы, если там маточного молочка мало, им нет смысла строить большой маточник. Поэтому, получается, что свечевые матки считаются плохими за счет того, что они мало имеют корма для нормального развития. Ну, а наша цель – получить качественную, хорошо развитую матку. То есть, поэтому, как бы, вот я, допустим, концентрирую свое внимание именно на вот этот период четыре дня. Все, по сути. По селекции. По селекции. Что сказать по селекции? У тебя есть двои семьи, там, по линии 100, как их содержишь в матке? Ну, скажем так, ну, чем отличается наша селекция, если это уже, скажем, после сегодняшнего дня можно назвать селекцией? Ну, после того, как отец обнаружил вот эту матку, проверил ее по морфологическим признакам, и оказалось, что эта матка по всем показателям соответствует, по экстерьерным показателям соответствует карпатской породе. То есть, стал вопрос, как же ее сохранить, как бы, и вот мы свою племенную группу сохраняем только за счет того, что наши матки идут и в райвое состояние, и в тихую смену. То есть, получается, что матка, как бы, преднамеренно откладывает яйцо, то есть, пчелы готовятся к этому. То есть, если даже вы не занимаетесь мотководным делом, вы можете увидеть разницу между священным маточником и маточником, который заложен специально пчелами. То есть, это будет совсем другого размера, совсем с другим количеством маточного молочка. Соответственно, ну, как бы, смотря на эту таблицу, допустим, под 2013 год мы делали экстерьерную проверку наших пчелок по экстерьерным признакам, то есть, мы можем увидеть, что эти признаки передавались стойко, как бы, от поколения в поколение. На данный момент времени, вот, на последнем нашем собрании мотководов я вступила в эту организацию, то есть, и сейчас передо мной стоит задача подтвердить, что наше мнение сохранилось, как бы, сейчас, ну, нужно будет сделать вот эти все... Рубы, да, да. Ну, я, допустим, лично я считаю, что все-таки, что бы кто ни говорил, но, как бы, если пчелы не способны передавать свои признаки положительные из поколения в поколение, то мне кажется, что тогда, в принципе, можно, ну, как бы, сказать, что, в принципе, все породы у нас уже переделились. Ну, как бы, изначально мы же эти пчелы взяли откуда-то, нет? И они изначально имели эти позитивные качества, и каким-то-то образом они их передавали, без нашего какого-то присутствия. Можно, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вы сейчас очень интересно подняли вопрос. Мне сказали, что вы поддерживаете, значит, уровень своей, значит, генетики с помощью швоения и тихой смены. Скажите, пожалуйста, как вы создаете вот этот принцип неполноценности в семье, именно когда создаете тихую смену? Ну, скажем так, племенная группа... Я не пытаюсь, я кого-то облакую, но я очень право. Я ничего не делаю. Я вам скажу так, как есть племенная группа, у меня в основном, очень тяжело загнать в роевое состояние, это нужно очень хорошо зажимать семью, то есть утеснять, и таким образом я ее могу как бы принудительно ввести в роевое состояние. А на тихую смену они идут у меня красиво, когда матка отработала там 3-4 года, то есть она израсходовала свой ресурс, она красиво откладывает яйцо, и я абсолютно этим не заморачиваюсь, не калечу никаких своих маток. То есть это все происходит природным шляхом. Добровельно. Добровельно. Пожалуйста, по полу и обслуживанию Клеуса, какое количество людей задействовано? Задействовано аж двое человек в данный момент, это я и моя мама. Попробуй ей помечу. Не знаю, рассказ тебе, что. А у вас ромки есть, ломаются, рулики ломаются, что-то должен... У меня все ульи сделал отец. Как бы вы можете увидеть, все нуклеусы, все ульи на пасеке сделал отец. Они очень хорошего качества. То есть они у меня не ломаются. А я верю. Я верю. Я верю. Я верю. Шановник Коллеги. Я гостин за мной верю. Это не вопрос. Я госпиталиваю, я вам верю. Скажем так, процесс, мое глубокое убеждение, любой процесс можно сделать легким и доступным. Это мое глубокое убеждение. Поэтому, как предварительный лектор говорил, что нужно быть ленивым, чтобы упростить это все. Ну вот я тоже где-то с этой категорией, то есть я не люблю делать лишние какие-то движения, то есть я каждый год что-то себе упрощаю. Ну и я работаю по схеме, я работаю по планированию, то есть это в принципе может вести любое мотковод, потому что вы имеете базу клиентов прошлого года. Вы можете, как бы, посмотреть, сколько вы выбили маток в прошлом году, сколько вы их реализовали. То есть вы можете спрогнозировать количество мата, которое вы, ну как будто вы, реализуете на следующий год. То есть, соответственно, от этого плясать. Сколько в день мне нужно вывести этих маточников. И единственное обязательное условие, которое я для себя, я не могу себе разрешить делать плохие прививки. То есть, поэтому я себя страхую. У меня, если я делаю прививку, то в любом случае у меня должен быть выход 200 маточников. Допустим, у меня там рассчитано, что у меня 40 воспиталок работает, то есть я их загружаю по 10. В каждую воспиталку ставлю максимум 20 маточников. В зависимости от погодных условий, конечно же, то есть это может быть и 15. Потому что у меня цель сохранить свою репутацию, наработанную годами. Поэтому, допустим, я не гонюсь за количеством, я гонюсь за качеством. Маточник должен быть крупный, матка должна быть нормально развитая, чтобы клиент ко мне обратился еще раз. Поэтому я себе не разрешаю, допустим, делать плохие прививки. Я подстраховываюсь. У меня есть 8 стартеров. То есть я, допустим, когда закладываю прививку, то я делаю 8 рамок на стартер. И плюс у меня еще 10, допустим, воспиталок. И в эти воспиталки я тоже вложу рамки прививочные. То есть я, по сути дела, делаю 18 рамок. Воспиталка сколько приняла, столько приняла. Стартер, чтобы снова принять хорошо. То есть остальное я дыра, мне выбираю лучше. То есть и за счет этого, как бы, за счет вот такой системы подстрахования можно выйти на какое-то планирование. Ну, в принципе, все возможно и ничего. Сверхъестественного в этом нет. Это как в любой сфере деятельности. А какую раму вы формируете нуклеусы? Какое количество? Не так. С расходом, где это расходы? У меня нуклеусы двух типов. Как бы это все конструкция отца. То, что вы видите, это большее. По размерам там сантиметр, сантиметр я вам не скажу. Это приблизительно 1,6 рамки Дадана. То есть там, получается, 2 рамочки идут. В поделениях там может быть и трехместные, и четырехместные нуклеусы. Эти нуклеусы, они более долгоиграющие. Но тут нужно больше пчелы. То есть я их заряжаю. Одна рамка отстроенная, прошлогодняя. Одна рамка с ващиной. То есть, ну, какое-то количество я браковываю рамок. Это однозначно там. Ну, по-другому не получается. То есть, по сути дела, это идет на суш. Заряжаю. Ну, в этом году, допустим, я себе упростила систему. Я не отстаиваю пчелу там 3 дня в пакете. Я ее сегодня спрутила. Вечером с утра я их уже рассыплю по нуклеусам. И уже нуклеусы сразу расставляю по местам. И потому что я тогда имею доступ покормить их. То есть, с утра, допустим, утром там 5-6 часов утра можно встать. Пока прохладно. То есть, пчела не вылазит, не выкучивается. То есть, ее... А слет? Они закрытые. Они закрытые 3 дня. Просто у меня есть возможность их покормить. Через 3 дня я им подставляю. Я убрала процесс отбора маточника в клеточку. То есть, чтобы матка вышла и это выкинула. Ну, мне так легче. Я сразу или на третий день подставляю маточник, или же сразу при загрузке. Если у меня по срокам подходит, сразу маточник. То есть, и если сравнить по количеству принятых маток, допустим, когда я уложила неплодку и когда маточник, с маточником мне больше нравится. То есть, я останавливаюсь на этом процессе. Можно вопрос? Смотрите, у вас очень густо стоят, ну, бля, все... С лёдом, перелёдом или потерь? Нету проектов? Всё как у всех. А конкретно? А конкретно? Ну, конкретно всё бывает. Понимаете, ну, скажем так, да, густо, ничего не скажу. То есть, мне, допустим, нужно обязательно ставить разделительные решётки на семьи воспитательницы. Потому что бывают блуждающие вот эти матки, она первым делом прётся в основную семью. То есть, чтобы не терять, как бы, уже бригитые маточники, приходится ставить разделительные. А так, в принципе, как бы... Ну, я не считала. Честно вам скажу, чтобы, знаете, вот так ввести какую-то статистику, сколько слетело, сколько мне нужно, там, потерялось. У меня на это просто нету времени. Ну, скажем так, в этом году, я сама с мамой, мы вывели две с половиной тысячи маток. Не знаю, много это, мало. Шесть соток, но там есть дом, и, ну, получается, на четырёх сотках. Да, а что же такое у вас? Ну, это не... это одна из основных пасек, то есть, здесь ещё две. Ну, как, скажите, а почему вы маточник закалаживаете, а не не фото? Придёте на духовке, или просто так приёграют? Так, так приёграют. Ну, первое, лень. Первое, что сыграло. Мне нужно, допустим, для каждого, чтобы, ну, каждый маточник, я отбирала в клеточку титова. В каждую клеточку титова мне нужно наполнить канди, и эту клеточку собрать. Ну, то есть, это процесс. Это два часа работы, плюс потом с утра нужно встать, эти клеточки забрать. То есть, я ленивая, и поэтому, как бы, мне намного проще отобрать сразу, как бы, маточник готовый с утра. Потому что, ну, допустим, я знаю, что я делаю привилку вечером, и я могу легко отбирать маточники с утра, а они у меня ещё не выйдут. Ну, то есть, как бы, момент отбора личинок для прививки очень важен. Вы должны, ну, это всё, конечно, практика. То есть, вы на практике, ну, за много повторений, вы уже научитесь разбираться, где у вас однодневная личинка, где двудневная, какая лучше. То есть, это всё практика. Это сколько бы вы теории не читали, и пока вы не набьёте, ну, свой глаз и свою руку, дело не будет. Ну, поэтому, допустим, я уверена в своей прививке, что я её сделала вечером, и они у меня, я могу там на одиннадцатый день с утра её забрать, и они у меня выйдут только на вечер. То есть, я сплю спокойно с десятого на одиннадцатый. Ну, и поэтому, как бы, я с утра делаю заряд, то есть, загружаю нуклеусы, поэтому получается, что я с утра отбираю маточники, и сразу их могу, если по срокам они у меня подходят. Если вдруг у меня получилось так, что у меня появилась свободная пчела, а маточник ещё не созрел, то я просто пчелу загружаю сразу же на суш, подкармливаю, они три дня у меня в нуклеусе отсиживаются, потом я не по сроку подставляю маточники, получается нормально. Спасибо. Можно, Легенька, по селекции, как вы контролируете трудовый фон? Можете вымазать где-то, ну, до льоту мать, ну, в какой там, ну, как вымраковываете с семьи, которые проводят по депутыванию, может, как? Сколько будут в них северить? Ну, за обеспечение трудового фону у меня участвует вся пасека, то есть, как бы... Масовый он, ну... Да, то есть, в меня, ну, ну, не мать такого, что там оцей будут, оцей не будут, то есть, я при навощивании рамок, получается, на сушене вырезаю такий кутик, как бы, такий кругом, и они потом его отстраивают уже трудовый, ну, как бы, сотник, и получается, что у меня в каждой семье присутствуют такие рамки, то есть, каждая семья у меня працюет на выгляделе трута. Племенная группа, там у меня четко вона отделена, то есть, там, ну, как бы... Маток вибаркували, ну, маток, то есть, имей... На вибаркувание? Да. Ну, я змінюю маток майже каждый рік, то есть, не в группе материнской, то есть, на пасице я змінюю маток каждый рік. Ну, и брендиси здесь не спостерігаются? На данный момент часто нема метку. Ви, десь, в Сириже, наверное, есть, там, в чьем жуловых колес? Вчем, много, у нас, можно сказать, на каждой улице хоть два матковода. А, жуловых. Брендиси, да, но вы тоже не можете сделать. Вы можете понимать, что Закарпатия, это не ваш, такие, у нас нема медовых, таких, ну, медодаем, медозборь, то есть, и мы можем выживаться только за рахунок разведения джил и за рахунок матководства. Ну, и, звичайно, за рахунок того, что наша джула трудолюбила и миролюбила, и она вам подобается. А как вы, дури, аду? А если у вас нема безусловий таких великих, как у нас, який резон тоди каждого года у всех сетях с Минематематом? Враїнке, что вы? Резон только такой, что мы не гуляем в минулоречных. Окей, вот это да. А есть какой-то взрыв другой крови, например, вы, ну, не выживаете? Я же, понимаете, через то, что я себя позиционирую, как медковод, который выводит линию 100, я не могу продавать какие-то там баквости, кармники и все. Ваши цели своя спільнота и уже вся ваша линя, да, можно сказать? Ну, скажите так, как бы мы там не называли, потому что у нас все равно переважает карпатянка, понимаете? А уже хто, який там усепленный, что... Трудовый фрукт именно 100. Трудовый фрукт может быть будь-який. Ну, но карпатянка, потому что, ну, невигідно нам в Закарпатті тримати інших каких-то маток, потому что наши користуются попитом. Это, возможно, есть такие одиницы пасечники, которые, ну, не занимаются, допустим, там разведением джин, продажем пакетов, и они там, как бы, шукают себе, что там есть лучше. Я не могу расписаться за всех, но за тех, которые, допустим, приходят до нас на зібраня пасечников, и те, которые серьезно занимаются, они, ну, недостаточно завозят какие-то другие джоли для того, чтобы, ну, зипсовать то, что есть. А Вы зимуете на улице? Да. И нуклеус? Да, и нуклеус не зимаю. Еще такой вопрос. Если у Вас практика создания запасов в матках в Бразии, именно создания банки, если есть какая-то технология, можете... Нет. И честно скажу, что из-за того, что, ну, как бы, наши матки по каким-то там чудодейственным причинам пользуются спросом, то, в принципе, я распродаю все под ноль. Даже, ну, как бы, нет у меня такой надобности вот этим заморачиваться, как бы. И при том, что, допустим, потом, если вдруг там есть клиенты, которые покупают прошлогодние матки, то я их спокойно могу продать с основных семей, если бы вывести новых. То есть, и, как бы, еще какие-то лишние движения делать над этими процессами, созданиями этих банков. Ну, у меня на это нет спроса. То есть, это единичный случай, когда звонит там клиент, где-то посредине там ранней весны, и говорит, ой, у меня пропало, пожалуйста, срочно мне вышите. То есть, мне тогда проще объединить семью и выслать ему прошлогоднюю матку. То есть, это... Нет, не пользуюсь. Не пользуюсь, да? Нет. Ну, я уже рассказала, как я к этому отношусь, что я делаю. То есть, по сути дела, если так посмотреть на этот двойной метод, это то же самое, что я вам рассказала, просто у меня проще. Там больше затраты, ну, как бы, времени и физических каких-то сил. То есть, ее нужно оттуда вынуть, потом другую положить, еще найти причину. И вот этого делают? Делают. Ну, мне, допустим, проще поменять раму. И я получу тот же самый эффект. С какого числа вы начинаете продавать пакеты? Я пакеты не продаю. Я продаю только маток. Мне не выгодно продавать пакеты. Я всегда подстраиваюсь под выставку, которая проходит в Киеве. То есть, мы обязательно участвуем всегда на выставке в Киеве. То есть, в этом году это было вроде там 10 числа она проходила. То есть, в 10 у меня уже были первые матки. Майдан. Так, а что товарищи роблять, якщо мы эту сбору не махали? 157, что они собирают? Ну, скажите, нет таких махозборок, как у вас. У меня нет такого доватного меда. Но из своих басиков, получается, в этом году я подкачала 3 бидона, такие, обычные, 10-метровые, это получалось акации. И в конце сезона у нас был сбор меда из Сахалинской гречихи. То есть, она из, там, золотужных, Сахалинская гречиха. Ну, бамбуки еще по-иншому называют. То есть, если это соответствует к сегодняшней мове, то можно еще 3 бидона откачать, допустим, из этого. Друзья, понимаете, когда мы были там, там желтая земля, там не те совсем умовы, мы живем дуже в добрых умовах. То есть, у вас часть метра. Не можно порівнювать те, что у них там, в Закарфатті, и те, что у нас. Кто там не был, то просто это не понимает. Оксана, в такой вопрос, что я знаю, там, отец висок изобретений, который висок заплатовав. Ну, не сегодня увидел, не завтра. Еще раз. Не сомнительный поветений, который отец сделал, заплатовав. А, висок изобретений. Ну, сегодня или завтра он заплатов. Ну, я не знаю, насколько как бы тема до вашего собрания была мотководства. То есть, поэтому, в принципе, я не готовилась по поводу изобретений. Но, я не знаю, если кто следил там, допустим, со статьями отца, который он печатал в периодике, там, журнал «Укритки», «Пасечник», «Пасека». То есть, как бы, отец, помимо того, что... Ну, он был влюблен в пчелы, и он этим жил. То есть, он потратил 25 лет своей жизни на то, чтобы доследить, как пчелы зимуют, и какие им нужно создать условия для того, чтобы зима прошла оптимально для них, с минимальными затратами. То есть, у него есть запатентованные вылухи, цертулковый люток-вкладыш. Как бы, ну, это, получается, такое приспособление для зимовки, за счет которого пчелы намного меньше съедают кормов. То есть, они намного лучше используют свой физиологический ресурс. И за счет этого, ну, как бы, они легче выходят из зимы. Ну, принцип там в чем? Что там не нужно использовать ни нижний люток, ни верхний люток, потому что они, как бы, находятся поза... с пределами, как бы, достигаемости пчел зимой. Потому что пчелы у нас собираются в клуб. Клуб собирается приблизительно напротив середины улья. То есть, они, по сути дела, вниз не опустятся уже ни при каких условиях зимой. А вверх у них, получается, литок, который находится вверху, он находится прямо напротив холодных медовых запасов. То есть, вверх они тоже не сразу пойдут. Они туда пойдут, возможно, только тогда, когда проедят корм. И то, как бы, получается, нам еще есть такой промежуток между передней планкой рамки и передней стенкой улья. То есть, планка у нас холодная, на которую они зимой тоже не заползают. Потом у нас еще 7,5 миллиметра пространства между передней стенкой улья и планкой. Тоже, которая, как бы, не переборна для них, перешкода на зиму. И чтобы вот это все как-то доследы... Ну, как бы, я там долго рассказываю, на самом деле. Я не готовилась по этому вопросу. То есть, если вас будут интересовать, я могу рассказать. Это я сделала такое разборное дупло. Ну, как книжка открывается, получается, для того, чтобы именно проследить, как будет вести себя клуб Джо, Джо именно в зимний период. То есть, он специально открывал эти улья. На данный момент времени я начала снимать видео. Ну, как я собираю гнездо с использованием этого втулочного литка. То есть, ну, будет следующее видео. Если будет хорошая, конечно, зима, то будем открывать в ульи. То есть, как будет вести себя клуб. То есть, отец исследовал то, что пчелы, ну, допустим, в многих книгах пишут, что там пчела проголодалась, она влюбивается с клуба, побежала, покушала. На самом деле, клуб пчел поднимает температуру. То есть, они используют потепление в природе. Они поднимают температуру и все вместе идут кушать. То есть, и все вы знаете, что когда у нас пчелы роятся, то они забирают с собой какое-то количество меда, которое они там отложат себе уже в отстроенные соты. Этот принцип они, ну, как бы, используют и в зимовке. То же самое. Они, как бы, подняли температуру, нагрели соты, нагрели мед, пошли покушали, набрали какое-то количество себе, как бы, прозапас и ушли назад к литку. То есть, они там могут регулировать вот эти потоки воздуха. Ну, когда этот литок, в принципе, находится в пределах их досягаемости. Поэтому у меня, допустим, вот тут невинно. На пасеке все улья, они не используют ни нижний литок, мы не используем ни верхний литок. Вот у нас есть только средний литок, как бы, он круглый. В принципе, пчелам достаточно. Ну, есть результаты. То есть, те пасечники, которые используют этот втулковый литок Куадыш, ну, они говорят, что намного лучше пчелы зимуют, намного меньше слетают кормом. Как бы, ну, это отдельная тема. То есть, это нужно еще готовиться к этому докладу. А где Ваши видео можно посмотреть? Они есть в доступе? Есть сайт www.linestop.com.ua В принципе, это можно, ну, зайти на сайт, там я выложила все статьи отца. Есть видео в нашей классике. www.linestop.com.ua Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok